Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. Принято считать, что профессионалы с мокрой спиной не работают. И вот как у Вас, как мэтр журналистики, хотелось бы спросить о том, приходилось ли Вам испытывать какие-то, предпринимать какие-то усилия, занимаясь любимой профессией, все-таки Вы мэтр журналистики, и что Вам дала работа в Америке, как она Вас в профессиональном плане изменила? Спасибо. Ну, я ведь журналист случайно. Как Вы, наверное, знаете, я вообще по образованию биолог. Я окончил биолого-почвенный факультет Московского университета и по кафедре физиология человека. Так что я физиолог. Я никогда не думал, что я буду журналистом. И не хотел. И более того, я уже где-то к концу третьего курса понимал, что я не ученый, и что я не буду ученым. Я к этому времени очень увлекся переводами на русский язык поэтов английских времен королевы Елизаветы, ну, то есть первой четверти 17 века, и думал, что я буду переводчиком. Потом-потом я попал, мне очень сильно повезло, я попал к Самуилу Ягчу Маршаку. Два года был у него литературным секретарем, официально. Ну, на самом деле, я просто был писарем таким, я отвечал на письма, которые он получал из Англии и так далее. Но потом я понял, что я не хочу быть переводчиком. Это мне очень нравилось, но я понимал, что всю жизнь нет. И случайно, совершенно, приятель мне позвонил, сказал, что создается новое агентство, называется агентство печати новости, которое прежде было в этом здании, а тогда было вообще на Пушкинской площади, там, где сейчас федеральное агентство по массовым коммуникациям и так далее. И я работаю у Маршака, получал немного, 70 рублей в месяц. Я был женат, у меня была дочь. А тут я сказал, давай, я пойду. Я там пришел на, как говорится, ныне интервью, со мной поговорили и предложили старшего редактора за 190 рублей, а я получал 70. Я думаю, ну чё ж, попробую. И, вы знаете, вот попал. Я совершенно, ну, попал, конечно, не в журналистику. Вообще в Советском Союзе не было журналистики. Все-таки была пропаганда. Но как называли журналистов? Официально. Солдат идеологического фронта. Нас так называли. А солдат что? Он получает приказ, и он его выполняет. Если хорошо, он получает медаль, или орден, или повышение в чине, и может дослужиться до генерала, но все равно он солдат идеологического фронта, которому положено разъяснять политику партии и правительства. Так что, но все равно я почувствовал, вот, я ездил по стране много, видел разных людей, разговаривал, я понимал, что вот что я люблю. Знаете? Так что, это был такой случай, случай. Так вот, насчет того, мокрая спина. Не мокрая спина, но холодок в животе. Всегда. Если его нет, ну вот перед каждой программой, как у боксера перед выходом на ринг. Если его нет, значит, пора кончать с этим делом. Если уже не волнуешься, пора закончить. У меня до сих пор перед каждой программой вот этот вот холодок. Что касается Америки. Когда я ушел из гостелерадио со скандалом, за год до этого вышел из партии, тоже со скандалом, и, собственно, я был безработным, о чем Фил Донахил, конечно же, не знал. Но меня пригласили, он меня пригласил, «Давай будем с тобой делать программу». Я, конечно, обрадовался ужасно и испугался. Думал, вот могу ли я рядом с таким корифеем, как Фил Донахил, который в Америке известен всем, от малой до великой, могу ли я наравне с ним вести программу? Это был такой вызов, в общем. Но я его принял и понял, что могу. И не только могу, но в чем-то я сильнее, а в чем-то он сильнее. У нас тандем был потрясающий совершенно. Нашу программу закрыли, кстати, по политическим мотивам. Ну, я об этом не обязательно буду рассказывать. То есть, если вас интересует, я расскажу, но так нет. Я очень много, как вам сказать, он мне помог технически. Как обращаться с микрофоном? Ну вот, я попробую просто, ну, показать что-то. Ну, например, вот когда Донахил в своей программе работал, он никогда не работал с петличным микрофоном. Хотя вроде бы это проще. Тогда обе руки свободные. Но он всегда работал с ручным. Потому что этот ручной микрофон, это еще инструмент не только как микрофон. Например, он поговорит, потом, когда ему отвечают, он микрофон. Может, вот так вот сделать, читая книгу. Это все работает на аудиторию. Это все такие вещи вроде мелочи, но все это есть часть профессии. Вот это он, конечно, величайший мастер. Конечно, я его не копирую. Я просто многое понял. И потом, конечно, американское телевидение, все-таки в основном прямой эфир. И это совсем другое, потому что нерв. Никто не знает, в том числе и вы, что будет через секунду. И поэтому вы совсем по-другому настроены. Вы всегда на стреме. Потому что непонятно, что будет. Так что, конечно, это много мне дало. И, кстати, прибавило мне, конечно, уверенности в себе. Что я на этом американском телевидении вполне могу работать. И вот эти вот сказки, или мифы, лучше, может быть, сказать, о том, что ой-ай, да и вовсе и нет. Вот, собственно говоря. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!